Ну, здесь такая очень тонкая всегда грань. Вот чем отличается церковь просто от обычных отношений, которые люди строят вне церкви. И мы сегодня хотим всячески принести в церковь, ну, вот такое вот отношение к святыням. И, естественно, лидеры, они защищают некие святыни. То есть святыня такова, если человек в завете, он не может строить взаимоотношения. И я не вижу там никакого криминала со стороны лидеров. А то, что девушка сегодня готова подчиниться, это очень круто. Как правило, когда вот лидер, лидерский состав, допустим, принимает решения и говорит какие-то условия, люди разворачиваются и уходят. Ну, и уходят, и живут обычной жизнью, там, в обидах. И потом еще церковь осуждает за то, что она такая принципиальная во многих вопросах. Вот я вообще благодарна Богу, что попала в церковь в молодом возрасте, и у меня была способность слушаться. И благодаря тому, что у меня была способность слушаться, я не наделала много глупостей. На эмоциях ты же, кажется, прав, а потом время проходит и понимаешь, благословение, взятое в начале, не благословится впоследствии. Там как наследство, взятое в начале, не благословится впоследствии. Иногда какие-то вещи, которым мы не даем вызреть, берем их, срываем с дерева незрелое яблоко, оно невкусное. И поэтому здесь не надо психовать, здесь не надо нервничать, здесь надо просто сделать все по закону и все. Какие проблемы-то? Ну, страсть, любовь, ну, извините. Ну, это нормально. Мужчина особенно, когда он не имеет то, чего хочет, он рвет из-под себя. Он мотивирован. И поэтому сейчас самая прекрасная мотивация пойти и сделать все по закону. А эта девушка прям, я мысленно ей аплодирую, что она не пошла на поводу, а что она сегодня готова слушаться и готова идти этим правильным путем. И, кстати, вот у этого парня, который пишет, тоже есть шанс из-за этой сильной любви к этой девушке тоже пойти правильным путем. И впоследствии он еще поблагодарит лидерский состав и все. Поэтому сделайте все правильно. Зачем делать что-то неправильно? И еще такой момент. Любые взаимоотношения имеют рост и развитие. И поэтому зачем сейчас давать движение тому, что еще вне закона? Зачем? Зачем себя подвергать греху? Поэтому делайте все правильно. И все будет хорошо.